И Denver, War War Studio, друзья, у нас продотка американская, наконец-таки, началась. Денчик, ты меня слышишь? Да, да, здорово всем. Будем для вас сегодня освещать американскую доту веселую. Гоша максимально ведет меня в курс дела, я надеюсь, что какие-то беты. Да, да, но сначала мы, конечно, нужно зайти на Xbet и поставить ставочку. Я уже готов сейчас, друзья мои, мы поставим ставку. У нас кто играет? У нас играет команда Колес и Элитных Волчар. И эти команды уже вместе встречались, когда побеждали Колеса, когда они встречались. Вот, и я, конечно же, за них вот сейчас проголосовал, но я их тут не могу найти. Вот это беда, поэтому мы ставим на Virtus.pro. Прямо сейчас на них, нифига, 6.90, Team Secret, Virtus.pro, победители первой карты. А, это лайв-ставка, там вроде проигрывают, но я поставлю 2 евро, пофигу сделать ставку. Вот, друзья мои, мы поставили ставку. И вернемся к дотке. Вернемся к дотке. Вот она наша дотка, вот она на ваших экранах. Всем еще раз большой привет. Пишите в чат, мы с вами радостью пообщаемся. Народу мало, народу целых 9 человек, насколько я могу видеть. И все смотрят Virtus.pro, потому что в ВПшечке там тащат просто... Ну, там крутая драка в Russian Beatty была. Там просто сделали сон, Black Hole в четверых, и все сдохли. Просто отъехали. Это было невероятно. Вау, и почему Рамзас играет на Энигме? Это что за фигня? Это что, кор Энигма? И как это вообще зовется? Ой, это ладно. У нас сейчас будет в 2 раза круче, подожди. Сейчас все будет... Да. У нас сейчас 5-й Интернешнл будет, все нормально, погнали. На американской дотке 5-й Интернешнл. Ну что ж, давайте посмотрим. Пока что Crystal Maid и Дэсен Кирк у нас у элитных волчар. И Найт Сталкер с гернаутом у колес. Такие дела. Ну что ты думаешь? По бану пока что сейчас. По бану у нас Виномазер, Урса, Лайстиллер. У волков у нас Shadow, Шаман. Мир Спирит, Варлок и Ямбер Спирит. Я думаю, по поводу... По поводу, какие расстановки плейна будут? Нет, кто победит, как ты думаешь? Вот в этой игре, да, вот ты видишь 2 пика, 4 баны. И как ты думаешь, кто возьмет первую? У нас же Best of 3. У нас, возможно, будет все 3 каточки, а возможно, будет 2. Какой счет? Вот. Давай... Я уже комментировал, Вилл. Как-то уже знаю, на что способны ребята. Но волки запомнились тем, что тоже когда-то была очень сильная команда в свое время. Они тоже могли там выигрывать. Но сейчас, в данный момент, я не знаю. Но они сейчас играют на ProDot, а раньше играли на топовых турнирах. Поэтому не знаю сейчас, что по поводу скилла у них. Вот. Но, думаю... 2-1 волки. 2-1 волки. Окей, я тоже голосую за волчар, только делаю 2-0. Я думаю, они возьмут просто 2 каточки и переедут, так сказать, волчар. Ну, посмотрим. Все-таки они побеждали как раз-таки в Best of 3, я смотрел. И побеждали со счетом 2-0. Я думаю, они 2-0 еще раз повторят. Вот. Посмотрим, как они смогут реализовать свой пик вообще. Ну, пока, в принципе, пик неплох. Да, есть джиггернаут. Кор такой сильный. Возможно, кстати, именно мид пойдет. Может быть. Да. И вот тут у нас Свен залетает. У Литн Хвалчар. Герой, который... Мне не нравится Свен в этом пике. Почему? Последний раз его пикали в Саппорт. Я помню, какая-то европейская команда. И они проиграли с ним очень быстро. Это Свен Саппорт. Понимаешь, тут Свен Кор. Он еще бывает? Свен Кор? Да, он всегда Свен Кор. И Свен Кор жесткий парень. Главное нафармить. Там нам Леся пишет то, что хочет спать. Но мы говорим то, что спать нельзя. Как раз таки она его и говорит то, что не хочет. Потому что это женщины. Они имеют в виду совсем другое. Когда говорят, я прав. Да? Конечно. Сто процентов. Да, сто процентов. Ну что ж. Ну что ж. Свен Кор дизратора сразу же отжимают себе колеса. Вот смотри, есть Night Stalker. Да, есть Balanar. Balanar какой? Четверка или будет Hardlaner, парень? Как ты думаешь? Вот если сейчас взглянуть на это, все. Давай. Ну, нет. Скорее всего, это будет Hardlaner. Давно я не видел четвертого Night Stalker, на самом-то деле. Все-таки Hardlaner, как по мне. Hardlaner. Ну, посмотрим. Я тоже, в принципе. Да. Но нет. Если честно, то Stalker может заменить уймы персонажей лучше, ну, получше именно Hardlaner, имеется в виду. Он может пойти четвертым спокойно. Как Слардар тоже ходить гангать. Как только ночь появляется, он сразу же будет уходить со своего лейна и помогать миддерам. Миддеру, точнее. А вместо Night Stalker какой-нибудь Hardlaner, нормально, годный взять. Нет, я все-таки думаю, что это четверка. Четверка. Ну, не знаю. Во всяком случае, Hardlaner, если он пойдет в харду, да, ему там будет сложно фармить. Потому что все-таки Sven, да, CM, кто-то у нас еще один. Это Сенкинг, Саппорт Роум еще будет, скорее всего. Вот, это сложно. И пока у нас пики не прошли все, мы должны еще одну ставочку поставить. Но уже на другом сайте, конечно же, на Баллсботе, друзья. У нас ставка должна быть сейчас живая. И, наверное, есть. Нету, нету живой ставки на американскую ProDot. А, ну это американская продукция, о чем я внесу вообще. Значит, ставим на Киберспорт, который Virtus.pro и Team Secret. Все тут еще есть. И я такой, значит, буду ставить на коэффициент. А, что тут? А, вторая игра уже. На первую игру нельзя поставить. Ага. На вторую игру. Virtus.pro против Team Secret я ставлю на Virtus.pro. И я ставлю целых соточку. Слушай, так тут волки-то идут очень хорошо. У них три победы подряд. Ты в курсе? Они играют три катки подряд 2-1. Четвертые они тоже сыграют 2-1. Да, волчары очень хорошо отыгрывают в последнее время. У меня ставка почему-то не прошла. Точнее, не волчары. Волчары-то проигрывали. Нет, они на... Подожди. На ProDot'ке они сыграли против Union Bolivia, как я понимаю. И сыграли там 2-1. Победили их. Ну, не сильно команда Union Gaming Bolivia. Но умудрились им как-то проиграть. Одну каточку. Не знаю. Я там видел то, что волчары проигрывали команде Not Today, которая вообще заняла последнее место. И у них было все плохо. Подожди. Ты про Dota говоришь? Да. Почему, по статистике смотрю. Или нет, или нет. Нет, они раньше проигрывали. Да, я попутал. Моя беда. Моя беда. Ну, во всяком случае, не знаю уж. Элитные волки, да, хороши. Но разница в том, что они были в разных группах. Смотри, если сейчас мы откроем, значит, Ликвидпедию. У тебя сеточки нету? В Америке сеточки. Чего? Сеточки Америки на Ликвидпедии есть. Мы сейчас ее открываем. Тут Американскую, значит, смотри. Мы смотрим то, что групповая стадия какая была. Элитные волчары у них были слишком легкие команды. Как раз-таки элитные волчары и дрались с командой колес. Они уже были вместе. Они вместе, как раз-таки, в этом турнире участвовали. В групповой стадии А. В группе, точнее, А. Группа была достаточно сильная. Я ошибся. Вот. Это была одна из самых сильных групп. Точнее, из двух, да? Это самая сильная группа. Подожди, я не могу найти просто этот. Сейчас я тебе скину. Вот. И она была сильная группа. И как раз-таки, как раз-таки, они там выиграли 2-0 колес. И вот сейчас вот есть шанс у них еще раз выиграть и поройти уже в полуфинал. То есть, да? И оказаться на шаг ближе к победе. И как раз-таки показать всем то, что колеса, которые едут со скрипом, очень сильная команда. Но, возможно, они не смогут отжать эту первую игру. Возможно, все-таки будет 2-1, ты сказал. А может быть, вообще и 2-0 в пользу элитных волков. Не знаю. Увидим. Пока пики очень интересные. У нас Энигма и Драгонайт долетают также колесом. Шейкер для элитных форш-чар в хард-лейн. Все-таки Сэн Кинг будет ромящим саппортом, как я и думал. А может быть, они отправят и Шейкера в ром, а Сэн Кинг отправят в харду. Но Сэн Кинг в харде против Джиггернаута особо там ничего не сделает, потому что Джиггернаут крутится, ему не проходит не проходит в него мэджик урон. А Шейкер хотя бы, который будет максимить себе авторшок и тотемчик, может его с руки дамажить очень больно. Такие дела. Да, ты сказал на Сталкер Роумище, да? Да. Как я подгадал, видишь? Сейчас, да, Энигма. У нас уже... У нас сегодня уже была Энигма, кстати, на Европе. Кто играл Эффект... Серьезно? Начали брать? Эффект из Пенте, по-моему, играли, да. В какой-то каточке зашел Энигма. Но они проиграли все равно с ним. Нормас. Ну что ж, сейчас небольшую рекламную паузу мы запустим и потом к вам вернемся. А ты меня включил, микрофон? Нет, тебя слышно. Так, ну совсем скоро будем начинать уже, переходить в саму карту уже. Ну что ж, ну что ж, мы вернулись, мы вернулись. Мы еще были в рекламке немножко, ничего страшного. Мы сейчас разберемся с этим. Чуть-чуть, да, совсем ворвались. Уже Virtus.Sav, кстати, слили первую игру. Нам Леси написала то, что 1-0, уже Сикреты выиграли. Жалко, конечно, такая связка была крутая. Но я не понял, почему Энигма Корр? Почему Энигма пошел Кором? Почему вообще там какие-то пики несу свет на непонятные у Virtus.Sav? Но у них очень крутой пик рейтинг. То есть у них очень много героев, которых они взяли. Уже 50 героев они отыграли, на 50 героев все время разное. Не было никогда одинаковых героев у них. И они показывают то, что могут играть множеством количественных чемпионов, да, многим количественным чемпионам, но как-то сейчас вот проиграли с Иксиком. Надеюсь, они возьмут две игры подряд в следующие. И возможно, возможно, все будет круто. А там же финал саммит даже, нет? Правильно? Это же финал, самый финал. Да, Best of 5. Best of 5. То есть есть еще время, есть еще целых три игры. Поэтому все нормально. Расслабили вулки, все хорошо. У нас разор от элитных волчар. Вернемся к нашей американской ProDot в великолепной игре от вот этих вот коллег на другом побережье, которые живут. Точнее, вообще не побережье, а на другом материке. Вот. Как ты думаешь? Вот мы видим все команды, да? Мы видим их в пике. Мы видим самую длинную башню, конечно же, у команды, которая играет сейчас за тьму. Да, за тьму у нас кто был? За тьму у нас... Эти вилл. Колеса. Правильно? Да. ВХ, дюрп-дюрп. Да, да, да. Вот, такие дела. Ну что же, ну что же. Как ты думаешь, кто возьмет первую игру? Волчары или же все-таки колеса? Так, сейчас, да, я посмотрю по пику еще раз. Пройдусь по фасту сейчас так. Шейкер, Свен, Сенкинг, Раззор, ЦМК, против Дизраптора, Джиггерна, ТДК, Нальсталкера и Энигмы. Если Энигма прокнет, то колеса возьмут. То колеса. Если Энигма не прокнет, то колеса. То колеса. Хороший предскажу, у меня вообще лучший предикшн, который я слышал. Ну что ж, вернемся к представлению команд. Начну я с элитных волчар. Папита отыгрывает на Шейкере. Сренкинг, это Стингер. Имеется Лео Стайл на Раззоре. И Кристалл Мейден, это Масоку. Энессом у нас вообще-то был Свен, когда играл на Энессе. Точнее, когда Энесс играл у нас за команду волчар, он был саппортом, а не кором. У нас перестановки, перестановки у элитных волчар, да. Подожди. А, да? Я думал, сейчас все-таки Свен будет саппортом, нет? Там как бы нету больше кора. Как бы вообще. Может какой-то поворот будет неожиданно, и типа Сенкинг сойдет за коргероя у них. Не думаю, не думаю. Ну что ж, что там у нас у колес, давай рассказывай. Да, сегодня Дюрбюр будет исполнять на Дезерапторе, КВХ, по-моему, если я не ошибаюсь, на Джиггернауте, а не Холейт на Драгон Тайде, Мэтт на Найт Сталкере и Дота на Энигме. Такие дела. Ну что ж, у нас уже здесь Стингер опасно играет, но в принципе у него есть сапог, да, он быстрый-быстрый Сенкинг. От него убежать сложно, а он убежать сможет, конечно, если его не зафокусят. Хотя у нас Мэтт уже начинает его напрягать, но руну спокойно заберут на собе команды. Никто не дерется, никто ничего не хочет. И во всяком случае на Меду Драгонайте сложностей никаких не должно быть. Все-таки он парень плотный, парень с хп-регеном хорошим. Конечно, не будет у него дэмэджа, но у него есть Брисфайр, которым он будет фармить крипов. Это точно. Как бы я думаю так как-то. Да, вот у нас, кстати, Шейкер Хардовый, как я и думал. Кстати, вот в последнее время вот эта вот спокойная дота началась какая-то. Ребята уже на руны не идут, чтобы забрать там. Три халявных руны было, время проходило. Ну, иногда ходят, иногда ходят. Очень редко когда, но ходят, бывает такое. Уже все забили, уже добавили Шрайны. До базы не нужно бегать, все уже облинились такие, типа. А, зачем на базу бежать? Есть Шрайн, туда побежим, похилимся. Зачем баунти брать? Вон, у нас две есть и хватит. Две есть и хватит? А, неплохо. Не, ну сейчас Шрайны очень жестко сделали то, что раз в пять минут как бы включают. На пятой минуте включается первый Шрайн, и Хардленером сложно. И Мидленером иногда тоже бывает сложно. То есть ты начинаешь проседать прямо жестко. Ты просел. На Харде так тебе вообще делать некуда. Ты как бы просел и ушел на базу пешком далеко. Прямо, ну, потерял кучу Икспы и кучу времени, и крипов не добивал. У нас, кстати, тут Дота ЗТУ немножко от Стингера напрягается. Все-таки Сентинг у нас мешает ему фармить в лесу. Ну, там, я бы тебе сказал, даже Шейкера сейчас мог кто-то убить. Сделал с него ферстблат, но у него ТП-шечка, если что, есть. А Шейкер как-то очень странно дрался. Как-то... Он вот около крипов, когда мы смотрели... О, он сейчас улетит сюда, не телепорти, да. Вот когда первые секунды, значит, он начал фармить крипов около тавора, да, он подстанил всех крипов, забрал только Ренджового одного, а трех милишных не забрал вообще. Вообще не забрал Тайкбук, не смог добить. Это какая-то стратегия. А, нет, все-таки Сталкер все-таки у нас хардлейновый. Сталкер хардлейновый, интересно. Ну, в принципе, Энигма с лесной, да, решили типа отправить Доту ЗТУ в лес. Но, во всяком случае, у нас Доту ЗТУ это хардлейнер команды колес, вот, он просто сразу же у леса, насколько я могу помнить, да. А Мэтт, который сейчас на Найт Сталкере, он вроде бы должен быть саппортом. Но сейчас, чтобы не соврать, я проверю, я проверю. Просто, чтобы Лайн не пустовал, они туда Найт Сталкера отправили, типа такие. Да, да, все верно, я как раз правильно сказал. Все так и есть. Ну, как бы Найт Сталкер нормально, он получит себе опыт, он уже третьего уровня, он скоро будет четвертым и скоро будет ночь, как раз таки. И на четвертом уровне будет круто. Будет ночь, будет грязь. Так вот, сейчас кого-то могут забрать, могут забрать или нет, не хватит дэмэджа, он спокойно, пешочками, я думаю, на телепорте даже, просто на базу. Без проблем, не боится ничего, парень с яйцами, все хорошо. Мне непонятно, зачем они сразу два стана проявляли в зале. Свен сначала дал стан, и сразу же Бороустрайк пошел от СК. Ну, там небольшая мискоммуникация, тем временем наверху. Попиты проблемы, попиты закручивают, попита здесь, скорее всего, вред. Хотя, доджи, ты на телепорте успеет ли? Успеет ли или успел? Тычку не успел дать, Джиггернаут. А там нечем было добивать. Ну, да, да, там, в принципе, пытались, пытались его зацепить, но пока второго левела у Детераптора есть, конечно, да. Да, вот, если был бы Климс, а не Кинетик Силд, возможно, они бы забрали. Но тогда бы они не смогли его подцепить чем-нибудь, да, чтобы он накрутил, так подставился. Ну, остается ждать третьего левела, сейчас, я думаю, Детераптор вкачает уже, наконец-таки, Климс. Кстати, под... в 3-м скилом Разор, сколько у нас, минус 77 дэмэджа подэкадал? Нормально. У нас, кстати, убийство сейчас внизу будет, Скингер бежит, оп! Опа, парень, парень Найт Сталкер просто пришел на стаки, вот эти, которые себе сделал Сэн Кинг, Сэн Кинг их фармил под своими же крипами. Пришел Болонар, сказал, это все мое, забрал стаки, забрал Сэн Кинга, это нормально. Это отлично. Стрелил, уже сделали ФБ-чик, у нас Сталкер, да, забрал? Забрал Сталкер? Да, не ночью, день. День на дворе, днем. Парень просто жестко. Мы недооценили колеса. Колеса слишком жесткие здесь, но сейчас попробуют у нас Найт Сталкер, конечно, забрать, но у него есть топорик, он сейчас сейчас съедать будет деревья, промахнулись, там нам первым. Нужно переждать второй стан, ну, да, заперли парня. Ночь пошла, взлетай, взлетел и улетает, улетает, на телепорте пытается уйти, а улетит ли? А, ай-яй-яй, успел, что? Нету, был Фростбайт, почему не подцепили? Ну, там же секунды кастования, не успел она закастовать в итоге. Он даже не замахнулся, он автоатаку дал, это как бы... Коротко говоря, такое себе масоку, коротко говоря, продинамили сейчас Найт Сталкера, хотя могли убить его спокойно. Смотри, красота. Парень стоит на месте, он понимает, что как бы не убежать, у него и так уже минус 100. Пусть будет минус 112. Он даже же не старается убегать от этого Разора, он понимает, нет смысла, он будет фармить только Брисфайером. Надоело бегать, пацаны. Ну, сейчас, в прошлом случае, смотри, выход будет на мид, на лео ставил, попробуют забрать, но с шестого уровня Разор. И пытаются, пытаются забрать. Есть дополнительный дэмэдж у Анихилейта, но сейчас начинают уже снова высасывать и отстали, видимо, от Разора, да, сейчас будут уходить. Сложно пока забрать на таких маленьких левелах этого Разора, шестой левел, у него уже, кстати, тучку будет ли вкачивать? А там не хватает, в общем. Три, да, да, не хватает, не берет тучку. А че, а зачем она нужна на первом леле? Там смысла никого нет. Пока что четвертый левел Найт Сталкер. Такое себе пока. Ну хотя, Ночь появилась, да, всегда была по стандарту, Ночь появляется, сразу же идут ганги, но пока неудачно. Ну, спину как заходят, пытаются найти Шейкера, им будет возможность, по-моему, его убить. Попита умер, Попита не уйдет, он не уйдет никак, 100%, конечно, есть Телепорт, да. А Фишура и ТП нет? Фишура ТП, Джиггернаут крутится, и там вроде третий левел уже есть у Дизраптора, так оно есть, но Дизраптор бежит, Физура пошла, Телепорт будет ли сейчас? Так, заперли, подцепили, показали, его сейчас будет сбивать, смотри. И все, все, Попита отъехал, Попита давай на вазу, только через таверну, а тем временем забрали, да, Иникбуса. Так ты вообще видишь, где его забрали там? В своем лесу, потому что как-то... А, в своем лесу, да-да-да. Нечего там делать, там вард ли стоит у элитных волчар, все сложно. Главное, чтобы Blackhall был не в дерево, а в дерево сложно сдать его Blackhall, я думаю. Там опять замесы ДК против Разора, на любом дамедже пытается, как-то пытается набить этого Разора, но пока что без шансов для ДК. Как вот ставить против Разора, вот объясни. Постоянно минус дэмэдж. Ну, ты типа стоишь и стоишь, и все. Главное не умирать. Как ставить против Разора, это выживать. Выживай как можешь, главное не фить его. Он так и так свой нафармит этот Разор, и ближе к Лейпе он как бы все равно может умереть, потому что... Пытается вот здесь убить, но вроде как Фишура, и... Нет, уйдут, уйдут, я думаю. А тут Мэтт уже пятого левела, смотри, он может вообще Соляндру сейчас забрать эту вот женщину Crystal Maiden. Crystal Maiden не чувствует, но тут, кстати, еще и Стингер подошел. Сзади, через Шрайн, поставили варды, теперь уже видят Баланара, когда он сейчас подойдет сюда, курьер. Курьер Баланару с урной приехал, внезапный такой курьер под вардом. Нет, отсюда здесь уже нечего ловить, слишком много персонажей стянулось, уже ИСК пришел. Поэтому нужно просто отходить оттуда. Хотя нет, смотри, Насталкер не успокаивается, кого-то там выжидает, а курьер выжидает, смотри. Он хочет, хочет курьер, а он проехал, мимо, он его вроде бы увидел, да, но сейчас будет забирать на Развороте, скорее всего. Если вообще будет забирать, потому что он может потянется сейчас наверх и наверху драться вместе со своими тиммайтами. Так, курьер пропустил, и наверх пойдет или куда, или мид. Что вообще делает? Пытается на... Забрать! Ну такое, как бы Драгонайт шестой левел, конечно, имеет. Это Драконья Форма, он там дракон, злой, страшный, опасный, ядом травит, всех убивает. Но это Развор. Развор жесткий, у Разора сейчас все в порядке будет с дэмэджем, сейчас он начнет высасывать. Или вообще прошел мимо, да. И в Чужие Леса, там скоро появится Баунтируна. И забаунтирунет. Америка как всегда удивляет. Такая невероятная игра какая-то показывается. Вот восьмая минута, один-два. У нас на Европе, я сегодня комментировал, там уже к восьмой минуте, там 12-12, чуть ли счет не был. Это Европа, американская дотка немножко такая, да, помедленнее. А Свена вышли, и Свена должны забирать, Свена отсюда никуда идет. В те времена наверху по питу также забрали. Потеряли двух своих человек, как-то элитные волки, не ожидали такого. И вроде бы все были наверху, а вроде бы и потеряли своего хардленера. И они всех потеряли двоих. И Коргеру, и Свену потеряли. Найс. Ну там Омнислэш был от Джиггернаута, там без шансов для Шейкера. Вообще непонятно, чем он думал, когда подходил к Соло Джиггернауту, когда он имеет Омнислэш. Или он, наверное, надеялся на то, что не вкачал КВФ. На шестом левеле не вкачал Омнислэш. Ну, конечно, американцы нас удивляют, но не настолько, не настолько. Я думаю, тут сверхразум должен быть, чтобы не вкачать на шестом Джиггернауту Омнислэш. Ну, я не знаю, просто это пранк какой-то был. Непонятный муф, реально просто подходит Соло Джиггернауту и пытается ему что-то доказать. Но не тут-то было, просто Омнислэш и до свидания. Может быть, не ожидал то, что маны хватит, может быть, не ожидал то, что вообще есть шестой уровень, не прочекал. Бывает такое, все ошибаются. Тем временем у нас Энигма, смотри, уже с Аркантапками и фармить себе Мидасик. Где там у нас Энигма? А сколько у неё по Детворцам? Она не самая топовая. Сейчас посмотрим. Ну да, как бы, пятую строчку снизу занимает 2500. Смотри, у нас сейчас это будет Мидас, дальше это будет или Мека, или Блингдаггер, или БКБ. Вот что думаешь? По идее, на Европе, как наши пацаны делают, они собирают себе вот Энигмаса, Мидас. Иногда бывает, да, но во всяком случае, они собирают себе первую Мекку, потом превращают её в Гвардиан Грифсы, потом ещё БКБ сверху закрывают вот это всё, и только потом Блингдаггер. Но, но, здесь, наверное, будет сейчас Мидасик, и потом, возможно, нет, Силю Рейза нет, может быть, Мека всё-таки соберётся, да, а, возможно, ещё и Пайпуха будет, потому что здесь есть Шейкер, который Мэджик Дэмэдж обносит. У нас, кстати, смотри, Лео Стайл нашли, Лео Стайл такой, говорит, здорово, как дела, пацаны, я хочу жить. И разворачивается прямо в драку, в бэкхол встаёт, и, наверное, здесь он будет. Мирак, это, короче, от НС, НС, ГДС прожимает, подкопано, сразу ВП, Энигмас, Энигмас, давай, до свидания на базу. Тут Шейкер своей физуркой также перекрывает ещё и Мэда, но Мэда уйдёт, а вот Дюрб-Дюрб отсюда никуда не уходит, скорее всего, Дюрб-Дюрб. Ну, поставил крыточку, а дальше, дальше бежать нужно. А дальше нету маны, никуда, и, наверное, отъедет. Изначально просто убил, сделали неправильно, позицию не ту выбрали, которой нужно было драться под Шрайном, это гнилая идея, потому как в любой момент могут прилететь волки с любой позиции. На Шрайн просто ТПшнуться, но ещё попытаются убить Свена, здесь, кстати, договорил Свен, и попытка будет Стрингера или убить? Стингера. Нет, ну, 15 клофисти выкачает у нас Разор. А что, он убил, да, сейчас, получается, убил Дюрб-Дюрба, и на этом всё. У Разора вообще всё круто, да, у него сейчас Саша Яша, у него барабаны уже целые к нему едут, сейчас будет Саша Яша, после Саши Яши соберётся себе Шива, и всё, как такого Разора пробивать с физдэмэджа, никто не знает, и я тоже. Есть надежда, конечно, на Джиггернаута, то, что он себе там выформит быстренько, но у него на Творсов, конечно, топовый, да, больше, чем он сейчас у Разора, но Разор высасывает дэмэдж. А вот сейчас... Ой-ой-ой, больно Мэду, Мэду, наверное, заберут, но пока Мэд бежит, летит и, наверное, сейчас отъезжает. Мэд, а-а-а, нет, ещё не отъезжает, а вот Драгонайт, скорее всего, отъезжает, там, в Новый Год пошёл, Драгонайт забрал, как раз, китай сосулькой, уничтожил Разора с помощью, как раз-таки, омни-слэша от Давида, Давид его разрубил. И с запопитой также летит в Куртили, и даблкил для нас, Джиггернаута, а спокойно отсюда должен был уходить, но не сможет никак уйти, потому что стан, потому что ГДС, статик штормки на Тикфилд, пока что позволяют ему жить, и КВХ всё равно отсюда некуда не уходит, его забрали. Пытался его подставить Дюрбюрб, но тут без шансов. Ещё и Дидераптор может подкатиться. Да-да-да, для Дюрбюрба тоже без шансов, он может, кстати, ещё от Крепов умереть, но... Какие максы. Крутится-вертится, да. О-о-о, умер от Крепов умер от Крепов, от этих самых, от Валов-убийц, 33 дэвиджа, у которых пацанов... Алло-о-о, там даже от Яда, скорее всего, он сгорел, там как-то бахнул Яд Сэн Кинга, бахнул его Сэнд Шторм, и от Яда потом от этого Валов-убийц, и он умер. Невероятные мувы. Сейчас вот вроде как Вилл камбетчили-камбетчили, играли нормально, и уже 5-7. 5-7, 5-7 счёт, если смотреть графики, то 1000 надфорс, у них всё ещё преимущество есть, но по Экспе уже элитная волчарна до 1000 впереди. Потихонечку Волки всё-таки возвращаются в игру, под темп игры. Было неплохое начало, но сейчас уже Разор страшно смотрится на самом-то деле. Разор жёстко выиграл мидлейн, прям вообще Драгонайт там не фармил, но 4000 надфорса имеет, хочет себе армлетку, может с армлеткой что получится. Дэмэджа, в принципе, больше станет, да и хп. Плотненький станет пацан. И у нас выход ещё один, смотри, от колёс, точнее от Мэдменга. Мэд бежит в леса, ищет кого-то ночью. Тем временем у Энигмы уже едет к ней Мидас, и возможно после этого что-то игра начнётся получше. Да мне кажется, Энигма без Блинкдаггера это как-то... Ну хотя бы БКБ взять. Это плохо, но БКБ тоже надо, потому что тут всё пробивает, сейчас вот как раз таки стана даёт, да. Станов очень много контроля у элитных волчар. Будет БКБ, тогда можно ставить спокойно свой Блэкхолл, и фармить даггера и убивать всех. Вообще было бы неплохо, если я вот в прошлой катке говорил то, что Энигма с Нага Сайрон, тут вроде как замес начался. Ой, 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 там да, убили скорее всего дюрп-дюрп, убили с Шайна Инхилейтой, и здесь пытались, конечно, что-то делать колёса, но не увидели то, что сзади подлетел Шейкер, там ещё и Сенткин был краски в Смаках, все были в Смаках. Тем временем Мэд пытается сюда уйти, у Мэда есть полёт, он может улететь, видимо нужно уходить на лоу-граунд, влетает здесь через деревья, но это была ошибка, потому что его сейчас всё равно могут отдать на лево стайл, хотя Фейзы подрубил и бежит. Так, Плазмофил через 6 секунд и решил не бежать дальше на лево стайл. Но Т2 сломали, смотри, там Т2 сломали на Т3, даже похарасил Джиггернаут, жёсткий парень! А где он вообще Джиггернаут? А, да? Он уже на базе, он похарасил, прямо Т2 сломали. Но при этом минус 2, и дюрп-дюрпа, и они холейта потеряли. Но 2 тавера это хорошо, точнее 1 тавер, да, 2, и как бы тавер на мидлене тоже упал, 2 тавера забрали за 2 своих пацану, конечно, жалко, но пушат пацаны очень, так сказать, серьёзно. Меня просто радует, это Джиггернаут фармит, и у него 6-4 Пентворса. Яша, и сейчас пойдёт через Монта Стайл, тут его подспели вообще-то. Но он, по идее, да, вот крутил врушу, пробил и убежал. Тут не заберут его без разора, без Свена. Но Свен тоже, смотри, Свен уже с блинком, Свен красавец, 13 уровень, ГДС работает, до 2 уровня прокачки, силы много даёт, и может, в принципе, всех убить. Ну да. Так Свен, что у него, МОМ здесь, БКБ, этот старый такой Свен, который потом, наверное, ещё будет собирать Диадалус. Тут Анигба подцепили, дали Стана под МОМ. Ну, Анигба вроде бы никуда не уйдёт, да, просто, ну, сложно. Со Станов не выпустили, поэтому, поэтому до свидания, Анигба, говорят, 8-7 и пойдут ещё дальше. Ой, ещё и МЭД подцепили, МЭД прям под ГДСом решили его забрать, хотя вернули Свена немножко назад, Свен бежит за МЭДом, МЭД замедлился на секунду, и это была ошибка, потому что он всё-таки умер. Три убийства. Темедление от Кастик Финейла, да, хорошее. Минус 2, 2 всё-таки забрали, но на Меду ещё Драгонайта когда-то, или кого-то там забирали. Кого? Нет, всё-таки 2, 2, 2 их забрали. Да, сталкеры Энигму убили, Энигму изначально не выпустили со стана, а потом ещё и сталкеры. Эх, эх. Волчары неплохо, неплохо действуют. 15 минуты, пока 9-7 счёт. Детворцы пошли в их пользу, 500 уже преимущества, Экспа всё выше и выше, 6 косарей. Ну, это... 15 минуты, это, конечно же... Вот мне то, что нравится по Экспе, 6000 у них. По Галде не так много, это ещё 1500, это маловато, а вот 6000 по Экспиренсу, это уже ничего так себе. К 16-ой минуте. Вот кто у них там самый топовый? Это получается Свен 13-ый и Разор 13-ый. Нифига себе. Да, пацаны. Вот только сейчас Жанал взял 12-ый уровень, поэтому коры команды, Волчар они посильнее выглядят. Поплотнее, 100 больше всего, больше. Сейчас, может, у Драгонайта появится у него Армлетка, но Драгонайт сейчас 11-ого уровня и там уже 13-ого, пацаны. Жёстко. Сейчас у Свена будет БКБ, можно писать ГГ. Там Свен будет такое раздавать. Вот сейчас нужно БКБ, потом Диадалус, я помню, в 2К12-ом. Свен с Диадалусом. В 2К12-ом, да, с Диадалусом. Сейчас-то Блатторн собирают парни Шаря, потому что надо Блатторн собирать и там крытый каждый удар, а не как там получится. Вот. У нас, кстати, Энигмас решил сразу, блин, Даггер выйти. Дота за ту надеется на то, что он будет давать Блэк Холл в четверых, которые имеют контроль, но я не верю. Не верю Блэк Холлов в четверых, которые, как бы, здесь все есть у элитных Волчар. Это сложно будет сделать, потому что, ну, все будут лежать достаточно друг от друга далеко и пушить будет один Свен с Разором. А если ты даешь БКБ, точнее, Блэк Холл в Свена и Разора, то там Шейкер, там Сэн Кинг, там еще и ЦМ, которые контролят тебя. Слишком много станов, поэтому будет очень сложно выдавать Блэк Холлы. Не знаю вообще, на что надеялись. Энигмас был ласт пиком, по-моему, да? У колес? Не знаю, не помню, это было давно. Просто у каждого почти персонажа из Волков есть стан, кроме Разора. ОСК это Борол Страйк, у Свена это первый скил, у Шейкер это тотем Фисшура, у ЦМК это Фростбайт, соответственно. Четыре персонажа, которые могут сбить Блэк Холл. Есть ли смысл брать Энигму и идти в фаст Блэк Даггер, а не в фаст БКБ? Ну, просто пацаны жесткие. Пацаны верят, что сейчас могут ворваться, значит они сейчас не будут. Конечно же Т2 пойдут, Т2-то чужое ломать, но Т2-то их упадет раньше. Ну, это понятно. Сейчас посмотрим, что вообще тут собираются делать колеса. Волки сейчас, скорее всего, да, допущивают Т2 и идут дефать свое. Идут сюда на Т2, ой, подцепили Джиггернаута, а почему он тут до сих пор остался и не понятно вообще, что он делал. Он же увидел то, что внезапно прилетел сюда кто-то, он понял то, что вся его команда отошла, а он остался, это как называется? Пацаны, я тут типа самый умный, а вы бегите. Я жесткий. Скорее всего, подумал то, что успеет Блэк Фьюри проржать. А нет, оно у него было в КД. А нет, но он его проржал когда перед смертью, прямо перед смертью проржал. Поэтому там особо он не помог себе очень хорошо. Санкинг подцепил, у Санкинга уже Блиндайгер есть, и Санкинг сейчас будет рваться еще лучше. То есть, ну, как там подцепить всех колесам, я не знаю. Энигмой все нужно еще вот 3500, чтобы купить себе это БКБ, тогда, возможно, что-то получится. Без этих БКБ драться будет очень сложно. Ну вот уже на данный момент по голде, по графкам смотрим 4000 вышли вперед волки, и по экспириенсу это 7500 фактически. Ну и все больше и больше, и чем дальше, тем хуже становятся волки все сильнее и сильнее. Да, собрались, собрались волчары, возможно, это как раз-таки у них есть такой заготовочка на сегодня, выиграть, пройти в полуфиналы, и там уже выйти в финал и заработать свои кровные бабки. Там, по-моему, Свену вообще-то уже БКБ летит. Да? Да, раз он себе, башер, зачем ему башер? Эээ, это стратегия. Чтобы станет через БКБ, я понял, чтобы стан через БКБ давать. Итак, заход на Рошана, и колеса-то ничего сейчас не могут сделать, по сути. Хотя, если сейчас они бы хорошо летят с БКБ. БКБ, да, БКБ, можно прожать сюда прямо в четверых, но уже расходятся. Все оставляют на СНС у этого Рошана, Рошана теперь заберет, и будет уже САЕ. Есть им две жизни у парня, но вот заходят, заходят все равно через МК. Мэтт такой заходит, первый смотрит, как-то не туда повернулся и ушел. Типа, парни, сори, я как бы не знал то, что занято, как бы и свет выключил случайно тоже и ушел. В итоге отдают Аегиса раззору, фиссуры, подцепляя Дизраптора, ну и будет ли выход какой-то от Волков на Тер-2 вышку. Тут, кстати, два внешних товара осталось, на Медо и на верхней линии. Там Энигма, тем временем, что-то пропушил у нас. Где? А Т2 вроде наверху он сломал все-таки. А, да. Вот он пытался и доломал. Да, да, смог, смог до конца. Shadow Blade, кстати, появился у нас уже от Дарк Найта, Драгон Найта, Дарк Найт, господи. Темный Рыцарь, б ты нас помнил. Темный Рыцарь, да. Начинается драка, друзья мои, эпицентра. Подцепили уже здесь Дизраптора, но Дизраптор вернул назад после его стайла, но все равно скорее всего отъедет. Здесь Физурка была еще и Хаслэм, это минус 2 от команды элитных Волчар и это минус Т2 на мидлейне также. По красоте все сделали. На этом все. Спокойно всех собрали. Да, и как бы нельзя драться, когда в тебя очень жестко... Они даже ничего не смогли сделать. Вот он ваш Энигма, который Black Call так и не провязал. И в итоге минус 2, буквально за сколько? За секунд 10. Джиггернаут не ворвался, ДК не втанковал. Найтсталкер что-то побегал, кинул первый скилл, убежал, все. На этом колеса закончились. А Black Call-то в кого давать? Они все по одному бегают. В кого там давать Black Call? Не в кого. Надо фармить. Надо выфармить, надо сплит-пушить. Как раз таки Давид идет сплит-пушить. Да, КВХ Давид, который... Он уже наверху. 13 уровня. Джиггернаут. Есть ТП-шка, есть как бы крутила, можно накрутили и улетать. Монта также имеется у него достаточно давно. Он ее выфармил и на телепорте вот улетел. Ну, нашел, да. Он увидел то, что шел на тп-ауте. Вот. Но у Розора сейчас Аегис. И что делать? Как убивать Розора? Что нужно пережить? Как это сделать? Надо вообще сейчас вот хотя бы у этого Стингера убить. Сейчас Стингер умер такой. Оп. Лол. Лол. Просто прям перед Станом только замахнулся у него Драгонайт рукой, чтобы Стан дать. Стингер прожимает инвиз. Серьезно. Он прям почувствовал. Он... Он знал. Не знаю. Получить чуть-чуть у него какое-то сработало. То, что он взял и ушел в инвиз. Вау. Ну что ж, друзья. Напоминаю вам то, что вы можете поставить ставочки на Балдбете. Конечно, не лайв на Америку. Лайв не работает. Но все равно вы можете поставить именно там. Промокоды все те же. Это GIF ProDota и New ProDota на 100 и на 200 рублей соответственно. Заходите, регистрируйтесь. Ставьте на Балдбете, друзья. Также, если у вас есть лишние скины, которые вы не используете или же просто шмотки, вы можете зайти на DotaMoney и разменять их на что-нибудь полезное. Допустим, Аркану на SF, на Аркану на Мартру и наоборот. Там не только Аркана есть, но и другие предметы тоже. А главное, это можно выгодно это обменять. Да. С комиссией всего 10%. То есть, слишком маленькая комиссия, поэтому действуйте, друзья. Нет, там действительно выгодно просто. Как бы то ни было. Но это действительно правда. Да. Там некоторые шмотки дешевле, чем они должны быть. Это вот, да. Я тоже замечал. Продолжаем. Доту наблюдать здесь. Забрали теперь два выручка, ребята. Продолжаем. И в итоге, пока что по графикам 7500 держится по голде уже. Кстати, по экспириенсу 10 тысяч. У нас Свен с Разором 17 идут вместе, ребята. Какие волосы. А у нас сейчас... Ой, Мэтр взлетел, улетел. Смотри. Есть шанс, в принципе, у колес, если у Мэтта появится Аганим. Еще и Гем. И кончится Вижен у команды Валчар. Хотя у них атак Вижена нет на карте. Они без Вижена выигрывают игру. Два, два, два. Там около Энигмаса получается. И второй сейчас около Баланара, да. А, да, да, да. Я все жду. У них есть шанс победить у колес, если Энигма врвется в пятерых. Да. Вот тогда у них будет очень большой шанс. Вот Башару Свену. Зачем Башару Свену? Я что-то не знаю в этой игре, но я не представляю, зачем Башару Свену. Это Америка. Ты Азию когда-нибудь комментировал? Сложно давно было. Очень давно. Это лет два назад. Мне кажется, в Азии там вообще такой трэш происходит. Именно такие мувы непонятные. Не, я как-то мечтал комментировать Азию. Смотри, у нас тут пытается уйти Энигмас. Энигмас здесь не ушел. Подкопали, подцепили. И Энигмас отправился прямо-прямо в таверну. Ну, Блэкхол. Понятно. Блэкхол зачем? ХП нет. Он бы там все равно взорвался, бы умер. Там Сэмка с руки напихивает. Там смотри сколько. 30 урона. Вот Сэмка 36. Он за всю игру дал один раз Блэкхол. И его через пару секунд сбили, по-моему. Да. Там Сэмчик успел стандать. И как раз после этого началась плохая игра в колес. Потому что ворвались слишком далеко. Под Шрайн глубоко. Не нужно было этого делать. И нужно было фармить. Но сейчас они фармят. Сейчас уже очень поздно. Но пытаются что-то придумать. Действие еще у нас. У Драгон Найт. У Драгон Найт тоже собирается БКБ. БКБ хороший итем. БКБ нужно всем. Даже Джиггернаут. Но Джиггернаут фармит себе пока что диффуза. Ну вот он Сэмчик под ультом. Залетают под бафами. Сейчас вышечка просто развалится. Буквально за секунду. И ничего не боится. Только Аегис пропал. Кончился. Кончился. Сейчас есть шанс. Ночка. Есть шансы. А там кстати и дабл дэмэдж у Свена. И ультимейт был прожат. Вообще все. Там ДК пропушил верхнюю линию. А ДК пропушил. Ну там чуть-чуть совсем. Подхарасил. Прям совсем. Чуть-чуть. Но все равно покусал. Заставил стянуться элитных волков. Во всяком случае хотя бы уйти. А они доломали Тер-3. И пошли Шрайн ломать вообще. Да. Идет он раз врывается. Анихилейт. Начинает драку. Прожимает Шрайн. На всякий случай. Укратски он был поражат. Блэкхол попрал прям по двоим. И сразу разбивается он. Потому что БКБ то еще нету. В итоге он не слэш нас пошел по Разору. Разору пофигу. Абсолютно. И Му абсолютно нас как бы наклал на этого Джиггернаута. Своим дэмэджем всего лишь 150. И можно спокойно пушить скорее всего Т1. Точнее не Т1. А Бараки. Бараки сейчас упадут. И так же как и Найт Сталкер. Мне понравился тот мув. Когда Найт Сталкер с Джиггернаутом пошли убивать Сэн Кинга. Вдвоем. Бросили всю команду. И вдвоем побежали за Сэн Кингом. А там ССК прилично так отбежал от своей команды. Скажем так. Сбатя на себя Джиггернаута с Найт Сталкер. Пока там троих разбирали. В итоге убили Энигму. Который Блэкхол дал. Сколько? На секунду? Ну Энигма как бы да. Снова на секунду Блэкхол. Кстати сейчас могут забрать Свена. Свен крутится. Живет. БКБ прожимает. Станчик кидывает обратку. В итоге умирает. Он здесь. Неплохо. Давиду нужно прожимать быстрее. Шрайн. Шрайн прожали. Хилится. Живут. А Найт Сталкер здесь живет. Пришел у нас Дота Зету. Но Дота Зету без Бэкхола. Потому что у него он в КД. Но возможно убьют Паппиту. Здесь Паппита. Вернули нас Лево Стайла под как раз таки клетку. Но Лево Стайл сейчас расскажет здесь как нужно драться и в клетке. Он же в клетке. Он герой который в клетке дамажит в разы больше. Вы знали об этом? Как раз таки Лево Стайл нам показывает. Нельзя загонять людей в клетку. И это минус 5 друзья. И это минус 2 лишние барахи и ренджовые. Это все. Это уже заявочка мне кажется. Это уже звоночек для колес. Да. Но пока ребята не сдаются. Смотри. Ждут пока у них трон упадет. Но это пока только минус одна сторона. То есть еще пока играть можно. Это пока минус медовая сторона. Это самая легкая. Ее самое легкое. Легко дефать. Так что можно еще поиграть. Минут 5. Две. Пять. А то и две вообще. Да. Потому что преимущество раз лора 15 косарей у него сейчас. 10 у Драгонайта. Десяточка. Да. Пока они не соберут БКБ. Они не смогут драться вообще. То есть. Ну. Надо вот эти три косарейты нафармить. А до БКБ кстати у Энигмы не так уж и долго осталось. За всю игру вот он у Энигма и не сыграл по сути. Его просто нету. Да. Это не Рамзес. Это крип. Просто вот он ходит. Пытается с руки что-то надамажить. Пытается кинуть Блэкхол. Но не получается. Это Unreal. Я не знаю зачем они взяли Энигму против четырех станов. И притом он не фармит фаст БКБ. Он идет через Блинк Даггер. Идет через Арканы. Через Мидас. И вот к тридцатой минуте у него только появляется БКБ. И то еще не появился. Это как наши любимые. Сейчас скажу кто у нас там в Европе играет. Который на Виномансере у нас вчера отыгрывал. Сейчас я вспомню. Вчера было Best of Dream. Кто там был? Кто вчера был? Кто помните? Я вот не помню. На одной карте. Которую ты вчера комментировал. Дукаточку. Да. Вчера было 17 июня. А Гамбиты с планетными собаками. Да. Там Гамбиты как раз таки были. У них был Виномансер. Виномансер. Гамбиты же проиграли эту карту. Вот. У них был Виномансер. Их Виномансер Дахак не собирает даггер. Точнее он собирает его шестым слотом. Ну последний слот это даггер для Виномансера. Ага. И прям ну самый последний. То есть он соберет все что угодно. Но не купит себе даггер. Чтобы выделать врыв. И дать хороший ультимейт. И это такие глупые вещи он вытеряет. Потому что нету даггера у Веника. А что может сделать Веник в драке без даггера? Ну даст ультимейт в ближайших двух. А это обычно какой-нибудь саппорт. Пятерочка и четверочка. И все. Нет. Ну всегда знаешь есть блинка заменители. Типа форстафа там какие-нибудь. Там еще СМК вообще-то убьют. У нас кстати СМК почти мертвая. Но тем временем пошел у нас еще и эпицентр. Ценкинга. И он разрывает дизраптера к чертям. Возможно еще и они хилят. И так же разрывают. Опа блэхол. Опа по двоим. Но там еще и Омни слэш полетел неплохой. Лево ставило почти загрызли. А вот и эпицентр. И так же еще и физурка сейчас пролетит. Это даблкил. Триплкил. Это вообще минус 4. Сейчас будет минус 5 скорее всего. Драгонайт. Драгонайт говорит. Давай драться я могу. Он получает стан в лицо. И вот тычка. И еще тычка. И еще стан. И Папита совершает серию бис. Друзья мои. ГГВП. Да. Вот так вот интересно сыграли элитные волки против Уилл. Но это бест оф 3 серия. Интересно. К 30 минуте вот и закончили. Красавцы волки. Первая катка за ними. Я уже действительно боюсь. Может сейчас и 2-0 будет. 2-0 от волчар. Ну что ж. Увидим. Пока рекламная пауза. Потом перейдем конечно же в музыкальную паузу. И уже вернемся минут через 5 со второй игрой. Колеса против элитных волчар.